Всем привет! Сегодня поговорим про сумских пиар-асов, то есть про специалистов в области пиара, а вовсе не о том, о чем вы подумали. Вот такое замечательное видео публикуют сумские специалисты, и как мы даже можем услышать последние слова водителя, что он не согласен с результатами, но они обычно обрывают видео и дальше ничего не показывают. Такие маленькие нарезочки делают, якобы, смотрите, как мы круто там чего-то там выявляем, и людей привлекаем к ответственности. А давайте посмотрим на решение суда по данному случаю. А вот оно и постановление суда. То есть вот у нас протокол составлен в отношении данного водителя, указан результат 1.00 промилле, Ну и дальше указано, что человек свою вину не признал, указал на то, что полицейские не разъяснили и не обеспечили его право пройти повторный осмотр в медицинском учреждении. То есть они ему даже не предлагали, а как мы слышали, он не согласен был с данным результатом. И вот дальше судья пишет, что был предоставлен диск с видеозаписью, И на видеозаписи зафиксированы обстоятельства, которые указаны в протоколе, а также на видеозаписи данной высматривается, что своими высказываниями и действиями водитель высказал несогласие с результатом и отказался подписывать акт, да и результат теста. Результат абсолютно закономерный, поскольку нарушена процедура проведения осмотра, такой осмотр считается недействительным и дело закрывается судьей. Об этом, конечно, полицейские потом не пишут, о том, что они сели в лужу с подобным материалом, который они публикуют, рассказывают, посмотрите, какие мы расчудесные. А вот есть еще один похожий материал. Тут прям вообще громкое такое, да, начало 2,67 промилле. Представляете, это серьезный результат. Вот они все это описывают, остановили, значит, выявили, траляля, тополя, составили 130-ю, от управления его отстранили. Молодцы! Тут, правда, они почему-то постеснялись видео опубликовать. Просто автомобиль показали. Вот, смотрите, вот такой вот автомобиль. Кто-то там им управлял и надул аж на 2,67 промилле. Ну и тут же давайте посмотрим решение суда. Ну, а точнее постановление. Вот опять мы видим алкотестер Драгер, 2,67 промилле, тест, нарушил 2,9А. И то же самое. Он указал, что был не согласен с результатами, но в медучреждение направлен он не был. То есть, как всегда, у нас полицейские нарушают процедуру проведения осмотра. И результат такой же самый закрыть. Дело за отсутствием состава административного правонарушения. И вот в подобных делах существует некий такой капкан для полицейских. Почему? То есть, если данные водители были трезвые и были не согласны с результатом, а вот это вот все, что они по нас составляли, сумские пиар-ассы, является фальсификацией, то тогда они должны быть привлечены к уголовной ответственности, за служебный подлог, как минимум. Либо же, второй вариант, если все-таки водители были в нетрезвом виде, и по закону они должны были понести соответствующее наказание, то что получилось? Получилось, что они, вот как любят полицейские высказываться, избежали административной ответственности. Но по чьей вине избежали ответственности? По вине полицейских, потому что они не знают процедур. Для них важно рассказать только о том, что они протокол составили. Но протокол нужно не просто составить, нужно его правильно составить, нужно соблюсти полностью, скажем так, процедуру, чтобы не было подобных моментов. Поэтому, вот как ни крути, проблема у нас не в водителях, не в судах, а проблема в полицейских, которые вот так вот делают. Уже сколько лет прошло, уже пора было научиться правильно исполнять все процедуры, но нет. Никому это не интересно. Никому не интересны процедуры, права и свободы, безопасность дорожного движения. Их интересуют только протоколы, чтобы потом условно Гераченко мог снова вылезти на трибуну, сказать, смотрите, как много протоколов, давайте закрутим гайки еще. И вот они же об этом, видите, публично рассказывают, показывают у себя на страничках, описывают это все. И они настолько глупые, наверное, что думают, что мы не сможем проверить вот эти вот их пиар, вот эти вот посты. А мы можем проверить. Представляете, полицейские, можем проверить информацию даже вот через открытые источники. И вы по результатам такой проверки просто сядете в очередной раз в лужу. Я не доверяю национальной полиции и вам не советую. Субтитры сделал DimaTorzok